Ральдаль Джордж включил огонь. Это нужно было сделать заранее, чтобы смесь успела остыть. Когда дым, пар и пена рассеялись, он заглянул в гигантскую кастрюлю, узнать, какого цвета его великое лекарство. Оно оказалось ярко-синим. «А должно быть коричневым», — сказал Джордж. «Просто обязана быть коричневым, иначе она что-то заподозрит». Джордж побежал в отцовский чулан, где хранилась краска. На полке в ряд стояли банки. Черная, зеленая, красная, розовая, белая и коричневая. Он снял коричневый. На ней так и было написано. Краска темно-коричневая, глянцевая, одна кварта. Джордж взял отвертку и поддел крышку. Банка была полна на три четверти. Он поспешно побежал в кухню и вывалил всю краску в кастрюлю. Вот теперь она наполнилась до краев. Джордж очень осторожно размешал краску длинной деревянной ложкой. «Ага! Наконец-то коричневый цвет! Красивый, густой, шоколадный! Да где же я, наконец, мое лекарство, гадкий мальчишка!» — донеслось из гостиной. «Ты меня игнорируешь! Это издевательство! Я все расскажу твоей матери!» «Я тебя не игнорирую, бабушка!» — крикнул в ответ Джордж. «Я о тебе все время думаю. Но надо подождать еще десять минуточек». «Ах ты, мерзкая личинка!» — проскрепел голос. «Ленивый, строптивый, мелкий червяк, который, к тому же, слишком быстро растет!» Джордж взял с полки пузырек с настоящим бабушкиным лекарством, вытащил пробку и вылил лекарство в раковину. Потом он наполнил пузырек своей собственной волшебной микстурой, зачерпывая ее из кастрюли маленьким кувшинчиком и снова заткнул пробкой. «Ну что, остыло?» «Не совсем. Он несколько минут подержал пузырек по струей холодной воды из крана. Этикетка отвалилась. Но это было неважно. Он протер пузырек кухонным полотенцем. «Наконец-то готово!» «Все!» «Достал великий момент!» «Пора принимать лекарства, бабушка!» — крикнул он. «Уж надеюсь!» — ворчливо донеслось в ответ. Серебряная ложка, которой бабушки всегда давали лекарства, лежала на полке в кухне. Джордж делал ее в одну руку, в другую пузыреку. И торжественным шагом пошел в гости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова